Приветствую друзья со своим новым видеопроектом Мое путешествие Альдер Севастополь 2016 По проекту создавался он специально для путешественников И информации по путешествиям разных городов, разных мест С обзорами пляжей, городов и так далее, и так далее Масса информации по переездам, по расписаниям, по ценам, по жилью По ценам на жилье, где как лучше снять Ну собственно сами все увидите Значит начало этого проекта берет 17 июня в аэропорту Домодедово в Москве Там же он будет и закончен завтра вечером Сегодня у нас 4 июля Вот и нахожусь сейчас в живописнейшем месте Мыс Айя Это под Балаклавой, Крым Вот такие красоты Далее по проекту Мы с вами переберемся Перелет с самолетом на Адлер Там переезд с электричкой Что как Как электрички ходят по расписаниям Доедем до Туапсы Побываем в поселке Дедыркой На пляжах Какие там пляжи Какое море Обзоры цен Побываем с вами на Шепси В горных реках Туапсе Электрички Расписания Автовокзалы Дорогой автобусом на Еленджик Где будет почти полная обзорка по набережной Еленджика и пляжей Пройдемся с вами по городу Почти что по всему городу Замыкает круг Вот От набережной до Маяка То есть почти что полный круг по городу Вот Потом переместимся с вами на автобусе Сочи-Севастополь Есть такой ходит Сюда в Крым Значит по дороге будут видео На переправе На Керченской переправе Вот Попутно я снимал Все остановки Пытался снять и расписание И максимально вот Сбор информации Да Вот Потом побываем с вами в Судаке Порядка где-то с неделю я там был Вот Попутно же так же будем И Пройдемся там по горам По пляжам Где как лучше Какие цены Что там Как Обзоры набережных Нового света Крепости Генуэзской Пляж Нового света Пляж Коктебеля Обзор по пляжу Коктебеля И набережной Побываем с вами в доме Волошина Доме музея Макса Волошина Вот Позже У нас Будет переезд сюда Из Судака В Севастополь Где попутно Я тоже снимал в городах Короткие видео И по дороге Вот Значит По приезду в Севастополь Побываем с вами На Херсонесе Вот Где С группой С эскурсоводом Послушаем небольшую экскурсию Вот Пройдемся возле храма Святителя Руси Владимира Именно в том месте Где И было Освещение Вот собственно Православной вере Вот Именно в том месте Посмотрим руины И раскопки Самого Херсонеса Потом побываем На набережной Севастополя Вечернем Пройдемся по городу Посмотрим Градскую пристань Информация по маршруткам По переездам Икс И потом уже Как добраться наконец сюда Вот Какие маршрутки ходят Как удобней Как практичней Что сюда взять Чтоб прийти И масса Масса всякой полезной информации Вот на мой взгляд Которая думаю Многим пригодится Вот кто знал Может быть кто и не знает Вот Так что смотрите Это видео Снималось оно На простой Фотик Мыльницу Пентекс H90 640 На 15 кадров Так что сразу прошу Извиненец И прощенец Вот Что качество Конечно Будет не то Вот Потому что Камера везде прыгала Снимал я онлайн Бывало Что на скидку Сразу там Вот и так далее Ну и качество Само Конечно Не блещет Но попробую Отредактировать И сделать Более приемлемо Чтоб Было нормально Посмотреть Вот Ну Отдыхающим Хочу пожелать Всего самого доброго Набраться сил На предстоящий год Вот А кто только Собирается В отпуск Может быть Кто-то застанет Увидеть Это видео Посмотрит Это видео Сделает Сам себе Выбор Где ему Лучше отдыхать В Краснодарском Лекрае Или здесь В Крыму Вот Пробил я Всю эту Всю эту Дорогу Вот посчитайте Практически От Сочи И до Суда Это с востока На запад Весь Крым И весь Краснодар Все побережье Краснодарского края Вот Проект дался Ну непросто Приходилось Снимать И в дождь И ужимать Флешки Порой Просто было Негде Сбросить информацию Вот Приходилось Покупать Флешки Бегать Искать В общем Рассказывать Я об этом Не буду Собственно Проект Почти что Готов И вы его Скоро Увидите Приезжаю Я 5 ночью 5 июля 2016 И сразу Займусь Редакцией Всех Видео Вот Которых Набралось У меня Прилично Значит Отдельно Будут выходы В горы И мои походы В долину Реки Дедеркой Двухдневный Поход С ночевкой На водопады И По ручищу Пасека Выход В долину Реки Арпад Зеленогория Где Меня застал Ливень И Переночевать Мне не пришлось И пришлось Спускаться Под дождем Обратно Вниз Вот Но тем не менее Маршрут я пробил И видео Успел снять Десяти Десяти Часовой Пеший Переход В долину Реки На водопады Шипси Вот Такого Видео Я еще Не видел Не встречал В интернете Наверное Все таки Оно будет Первым Туда местные Не ходят Но вот я Пробил этот Маршрут И нашел Водопад Вот Это будет Все отдельно Кому интересно Все это найдете На моем канале Вот Все вам Самого доброго И хорошего Ну Всех благ Ну А вот так Вот Все начиналось С аэропорта Домодедова 17 июня 2016 года Всем привет Аэропорт Домодедова Сегодня же 17 июня 2016 года Как и ровно Год назад Вот Я улетаю В свой отпуск Вот И По сути Это начало Моего нового проекта Мое путешествие Адлер Севастополь Значит Кому интересно Предшествующий Этому Двухсерийный Был Проектик у меня По Краснодарскому краю Крыму Наберите просто Так и называется Мое путешествие Адлер Севастополь Это было в том году Ну а в этом году Маршрут примерно такой же С небольшими изменениями Значит Я уже прошел регистрацию Вот все причиндалы Тут по ручной кладе Самолет у меня улетает Сейчас Без 10-2 Половина пятого На Адлер Вот Значит там Электричкой На Дедеркой Это под Туапсе Там я недельку С выходами в горы На Сепси В долину реки Дедеркой На водопады Вот Потом Автобусом С Туапсе На Геленджик Заездом И оттуда Вечерним автобусом Сочи Севастополь На Судак А там уже посмотрим По обстоятельствам Ну Планов много Не знаю Как там что получится Как погода Как что Вот Так Что еще Значит По тому проекту Который был У меня В том году Будет конечно Да Небольшие изменения Вот К чему Вот я в этом году Хотел на Сепсид Сходить На водопады На Дальмены И может быть Я с заездом Еще на обратном пути Заскочу На возрождение На Дальмены Это возле Геленджика Вот Вот такие планы Значит По Крыму Выход Запланирован у меня В долину реки Арпад Зеленогория Значит Там Двухдневка И потом На Севастополь Я иду Из Балаклавы Двухдневка У меня на мысе Ая Вот Пятого Симферополя Я убываю Сюда же Домой Так что Где я буду Что В каких городах В каких местах Все постараюсь Показать Более подробно Собственно Проект Этот Ну не как Наверное Путешествие А как информация Для путешествий Вот Буду делать Обзоры По расписанию По пляжам По Где Что видел На рынках Какие цены Вот Как и в том году Получилось Довольно-таки Интересно Хотя и качество Конечно Видео У меня Вот сейчас Я пишу На том же Телефоне На том же Путапарате Вот Пентекс H90 640 Вот Частота 15 Так Значит По снаряжению Та же палатка Полуторка Она как Одноместная Но Полуторка Вот Легкий Спальничек Все буквально Минимализм Во всем Вот Газ Естественно Нельзя Газ Надо будет Сейчас Искать По прилету Думаю Найдем Стопся Вот Так что Походы Будут отдельно Выходы Будут отдельно Выкладываться Ну Что еще Ну Вот Наверное Пока И все Значит До Вылета Самолета Два Спайных Часа Регистрация Буквально Только Прошел Блин Забыл Только Сказать Чтобы Мне возле Окошка Там Выбили Местечко На Самый Край Сан Билет Купил Зимой Еще Ее Мое Лиз Думаю Не забыть Сказать Вот Тебе Лиз Да Ну Бывает Так Сюда Я приехал На таксишке Прямо С города То есть Вышло Мне дешевле Чем ехать На экспрессе И на электричках И на метро То есть Все равно Там Получается Немного Дешевле Ну Намного Удобнее И быстрее Вот Так Что еще Что еще Значит Сразу же По началу Видео Не знаю Как выйдет Там проект Или нет Этот Какой длины Имею ввиду Одна серия Две или три Не знаю Вот Всем огромный привет Моим подписчикам И друзьям Вот Я им обещал Вот Попытаюсь Показать Более подробно И интересно Где я бываю Что Думаю Будет интересно И всем Кто будет Это смотреть Вот Значит Ролики буду писать Потом по две По минутке По две Вот И из них буду Потом все Дело собирать Вот Ну пока Вот что не верится Я с отпуска Буквально Вот Пару дней Вернее В отпуск Только пару дней После работы После этого Дурдома Московского Суеты Кстати Сегодня Первый день Вот Жара Сейчас 30 В Москве После дождя Парилка Такая Вот Сегодня Потридцатник Вот И вот Даже как-то Не верится Что Улетаю Вот Не верится Что Буквально Там Через Там Пять часов Я уже буду На море Вот Кстати Мне там Надо успеть На электричку С Сарлера Уходит 21.10 Последняя Вот Если опоздает Самолет Или Что-то там Какие-то На кладушке То придется Конечно Ночевать Ставить Палацку Или на вокзале Там Кумекать Вот Ну вот Наверное Пока Может быть Сниму еще пару роликов По отлету Самолет В самолете Там По прилету Посмотрю Снимать будет Неудобно Я хотел снять Как всегда Посадку самолета Вот В рапорту Ну В принципе Это есть в интернете Да и место Мне не очень удобное Для этого Так что Еще раз Всем привет Все Пока До будущих видео Вот такое Начало Моего нового проекта Который будет называться Адлер-Севастополь Мое путешествие Адлер-Севастополь 2016 Все Пока Домодедова Так Я еще в аэропорту Время уже 3 Минут через 15 Пойду В зал Вот На посадку Там наверное уже Посадочка потихонечка началась Зарядился куревом Под самую Завязку Потому что Теперь только Где-то часов 7 По курю Богдат Вот Если самолет Чуть не опоздает Ого В Москве Сегодня жара Сейчас вот Солнышко просто Ушло За тучку А так По тридцатник Наверное Так Ну что Пошел на посадку Все Пока Сегодня же 17 июня 2016 Года И начало Моего проекта Адлер-Севастополь Пока Ага Ну вот На 42 выход Рейс походу Задерживается По крайней мере Времени Половина четвертого А вылет 25 минут Пятого Ну в завершение К всему сказам Хочу сказать Что цены Конечно Здесь Я к всему Привык Уже Последнее время Но Таким ценам Чашка кофе От 350 рублей Маленькая Чашка кофе Делаем Выводы Дамы и Господа Пока Слава тебе Господи Наш самолет Вот он Наш Крейсер Который Мы так Долго Ждали Пассажиры Ейца 377 Идем На посадку Пока Вот этот Мужик Который Тут Несетки Убегал Смотри Все Пока Вот такой Кромненький Объект У компании Урал Или как Алиланд Аленка И чай Пакетика Все За 80 Билет Нормально Да Попозор Еще Все 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 Привет, Сочи. Привет, Тадлер. На улице дождь. Короче, мы выходим. Пока светло. Аэропорт Тадлера. Быстренько, правда, все это обернулось. Вот, сразу прям сдали багаж, нам скинули. Вот, прям на удивление. Но общий вывод делаю такой. Значит, по компании Уральские авиалинии, или как она там называется, Урал, Орлайнс, в общем, жирную двоечку ставим. Вот. Летели на самолете. Представляете, там вот видео у меня есть. Кипяток и чай. Сахаром. И какая-то там маленькая булочка. Все. Это за 8 тысяч я билет платил. 8 тысяч в один конец. Вот. Сейчас вот прилетели. Вот. Вышли в накопитель. Никого нету. Дверь закрыта. Вот. Начали там по стеклам долбить. Какой-то мужик вышел, открыл нам дверь. Вот мы... Это вообще... В общем, сейчас мне на 105-й. Вы знаете, я добрый человек. Ну, вот... Так, ну, все. Мне сейчас на вокзал, на железнодорожный. Вот 105-й мой. Сейчас загружаюсь. Роза, футер. Ага. Все, побежал. На железнодорожный вокзал. И там уже электричка у меня. Через 40 минут, в принципе, время полно еще. Идет завтра. Идет завтра. Идет. Арнер. Свинтовое небо. Вот-вот пойдет дождь. Ну, а я сейчас МЗД вокзал. О! Сочи, город свободный от курения. Так. А на вокзал мне вот туда. Да, ехал на маршрутке. Отлично. 105-й ходит. 105-й и еще маршрутный такси ходит. Так, лучше. Вот он, новый вокзал. Железнодорожный вокзал Адлера. А вот там вот старый. Насколько я знал, да, вон старый. Сейчас дорогу перейдем. Опа. О! Машина останавливается. Хоропиться особо некуда. Электричка у меня через 40 минут. 21-10. Ну, здравствуй, Адлер. Здравствуй, Сочи. Здравствуй, Сочи. Так, синие ночи. Так, ну что. Правда дивно. Каждый раз приезжаю, блин. Каждый раз эти панды встречают. Прикольно. Только в Москве был. Смотрится, конечно, очень прикольно. Зайти в кафешку, в кофейку попить. Так, ну ладно. Ребятушки, кто будет смотреть видео, извиняюсь сразу за каламбур. У меня там первых видео. Так что бегом, бегом, бегом. Все это, сами понимаете. Вот. Может, конечно, я что-то там вырежу, подправлю. Вот. Ну, я все практически онлайн. Все, пока. До будущих видео. ЖД вокзал, Адлер. Так, время без десяти девять. И вот такая тема. Значит, мне нужен надо дыркой. Идет аэропорт Туапсе. Вот. Она там не останавливается, на дыркой. На Шепси только останавливается. Мне надо будет там еще как-то добираться. И вот столько стоит билетик. Вот. Ехать, правда, ну, что-то около порядка двух часов. Так, где сумма-то? Короче, 280 рублей. 280 рублей. Вот такие цены. Все. Значит, через 20 минут электричка. Это ходит здесь ласточка, по-моему, или спутник, как она называется. То, что ходят они быстро, это все ерунда. Ходят они очень медленно. Ну, все. Сейчас попью кофейку где-нибудь здесь. Нет уж, милая, мы только прилетели. Все, пока-пока. Опа. Такой любезный город-сочек. Даже дает сдачи. Питаками. Ну, теперь я как Буратино. Ну, думаю. Ну, все. Съем кофе. И на электричку. Так, ну что. Я еще не приехал. Время половины 12-го. Это примерно 11 часов, как я вышел из дома. Вот. Я еще в пути. Вот сейчас будет станция Шефси. По идее, мне надо выходить. Следующий для Деркуй, но она не останавливается. Вот. Принял решение. Думаю, двину-ка я на Туапсе. Вот. Там возьму тачку. Сразу куплю билеты на автовокзал. На автовокзале. Станция Шефси. Следующая остановка. Туапсе. Стой еще. Шефси. Следующий. Туапсе. Посадка окончена. Польс отправляется. Следующий. Фух. Только приехал на такси. С рюкзаками прям пришел. Сразу к морю. Вот такая дорожка. Танкеры на рейде. Туапсе. Это кафе, скорее. Ой, ой. Ну, здравствуй. Здравствуй, милая. Целый год не виделись. Ой, вода теплая. О, господи. Вода теплая. Так, ну ладно. Вот так вот начинается мой отпуск. Пойду сейчас в кафешку. Перекушу. Вот. И надо идти к себе туда. Разбирать водки. Время поздновато уже, конечно. Выстлюсь завтра. И сюда на пляж. А утром я все покажу. Ну все, до утра. Пока. Ну все, процессы зайдут. Вот так и начинается моё отпуск. Часочек посижу еще здесь. Время второй час ночи. Вот такая лунная дорожка. А это впереди там, где растоят на рейде красота. А какую ворту. Просто обалдеть. Интересно даже. Ну все, ребята, пока-пока. Доброе утро. 18 июня. Времени 9. Вот такой здесь вид. Пришел я вчера, вернее сегодня ночью. Завалился спать. Проснулся. Тут проспал до полдевятого. Вот. Вон море видно. Сейчас покажу номер. Вот. Берут в принципе недорого. 700 рублей для такого номера. Рядом с морем. Вот. Это долина реки Додоркой. Додоркой. Вот она течет здесь. По номеру. Значит, обыкновенный, простенький номер. Канюшник. Ну все, что нужно. Дух. Вот у меня двух. На два человека. Дух местных. Телевизорик маленький. Вот. Ну он, блин, дома задолбал. Так что, ну тут он берет где-то программа 3, наверное. Вот. Ну, собственно, все необходимо. Веранда. Солнце жарит уже. Говорит, погода привез. Хе-хе-хе. Это точно. Вот. Этот номер я забронировал заранее. Там на сайте. Кому интересно будет, я потом ссылку дам. Вот. Вот такие вот номера. Все достаточно простенько, уютно, по-домашнему. Вот. Там внизу кухня. Эти газовые плиты, холодильники, столы. Вот там левее душевые, мойки. Все это после ремонта. Все отлично. Горячая, холодная вода. Все есть. Так, немаловажно, дамы и господа, кто на своих машинах. Ну, вот, пожалуйста, стоянка. Приехали, стоянка закрывается, вон, под воротами. Приезжайте, все поставили, поехали дальше. Так, ну, а впереди вот там вот это лагерь. Зеленый огонек, да? Он с железки, с железодорожников. Вот. Ну, я там еще его покажу, проходить буду. Там интересно поближе. Вот. Ну, что еще? В общем-то, вот такая вот картина. Да, вот здесь вот магазинчик напротив. Ну, это все я показывал еще в первом своем видео с того года. Вот. Вот сейчас бегал в магазинчик, закупился. Все, в принципе, что нужно там есть. Вот. Значит, даже можно и банкоматов нет, насколько я знаю. Так что, снимайте там, если кто поедет. Где-то в городах или, не знаю. Вот. Мобильник оплатить там, это не вопрос. У нас терминала есть. Так что магазинчик вот здесь, на первом этаже. Там, кстати, выше номера тоже сдаются. Вот. Ну и, что дальше там покажу. Сейчас, минут через 15 ухожу на пляж. На свое место. Все покажу. Все расскажу. Вот. Значит, по билетам мне 25-го, по планам отсюда. Вот. Поехали мои знакомые. Вот. Дал им данные все. Попробуют купить мне билет на 25-е, на Геленджик. Вот. Вот. 100 опция получится. Дадут, если им продадут, то хорошо. Нет. Придется 20-го самому ехать. Так. Ну все. Пока. Пока-пока-пока. Ну вот, со стороны этой гостиницы, такой, как она называется, гостиной. Дестевой дом. Вот. По улице Приморская, 38. Вот. Отлично. Мне нравится эта кухня там. Ну, может быть. Я там еще по дороге похожу. Все. Иду на пляж. Такой у меня первый выход. По лагерю. Ну, что, не знаю. Тут, в принципе, типичный пионерский лагерь в бывшей. Рабочий. Интересно. Все. У них здесь мероприятия. Выходы в горы у них. Вечером дискотеки. Разные там эти мероприятия. Так что. Ну, вот эта вся стена идет лагеря зеленый огонек. И вот дорога на пляж. Значит, здесь сразу же железнодорожная станция, платформа. Дыркой. Вот. До Туапсе здесь ехать, ну, минут 10, наверное. До Сочи где-то два с половиной. Где-то вот так. Сюда. Ну, ладно. Теперь уже на пляже покажу короткую обзорку. Пока. Ну, вот. Прошел здесь через рынок. И вот. Такой пляж. Значит, он идет вот туда направо. Ну, вот, к тому же пионеры купаются на лечебный массаж. Это река. Здесь вода пресная. И туда, налево. Вот. Что туда, что сюда. Это без вопросов. И эти пляжи, да, самые Сочи, Сочи, Туапсе тянуты и дальше. Пока. Воздух совсем другой. Какая энергия-то. Вот. С этой дорогой я уже много лет хожу. На своя местечка. Вот туда, ближе к Зеленому долу. Вот. Так, ну что, погодка опять. Сучки набежали. Вот здесь такое бывает. Погода меняется очень быстро. Так, сегодня в субботу, поэтому народу сейчас чуть-чуть побольше. Ах, какая красота. Сейчас все брошу и в море. Все, пока. Вот, это все полноотбойники идут вот туда. Это Зеленый дол. Дальше Шепси. И туда, до Сочи. Да, энергетика, конечно. Да. И вот такой вот портрет, который в интернете уже давно-недавно есть. Друг, не забудь. А, не будь такой сеньей и мусор уноси с собой. Все, пошел я дальше. На своем месте. Ах, ну вот. Окунулся. Водичка супер. Полностью убежала. Кстати, до этого, в последний раз, я купался в Севастополе. Возле памятника за топольным кораблям. Вот так вот и начался мой отдых. Все, пока. Вот что новенького добавлю. Ну, будут короткие обзоры. Еще раз прошу прощения за сбитость видео. Вот, я еще только приехал. Все, бегом-бегом, практически онлайн. Люди смотрят, неудобно. Вот, так что, все с самого доброго. Пока. Вечер. Шесть часов вечера. Вот такая погода нынче, до Дыркоя. 18 июня. И купил я билетики. Вернее, мне купили. Попросил, привезли. Это у меня билетики на 25-е. На Геленджик. С Туапсе идет Кубан Славянский. 8 часов от автостанции. Вот, так что, электричка от СОДО 714 я успеваю как раз. И сегодня новость такая. Значит, новые экскурсии появились, по-моему, от СОДО с Геленджика. О, с Геленджика. Задыркою. На Абхазию. Значит, с 3 утра забирает автобус и привозит 12. Это, ну, практически сутки. Вот, то есть это заездом во все курортные места. Гагра, Пицунда и так далее. Озеро Рица, дача Сталина. Вот, и, значит, с остановками там покупаться. Ну, типичная программа, перекусить. Вот, экскурсовод. Все это есть. Две 700, что ли, или 2 600. Вот так вроде. Считаю, что это вообще отлично. Причем на комфортабельном автобусе с кондиционером. Вообще шикарно. Так что вот я задумался. Это у меня, если в планах будет, если получится, на 24 число. Вот, то есть 25 в ночь мы приезжаем. У меня уже здесь собран рюкзак. И 25 утром я двигаю в Туапсе на автостанцию. Вот. Вот такие пока вот планы. А еще, значит, 21 у меня планируется поход. Вот в ту сторону я уже говорил. Видео там похода отдельно есть. Называется Одиночный поход К водопадом До дыркой, по-моему. Ну, кому интересно, там найдете. Вот. В те же края. Не знал, я так сомневался. Думаю, писать, не писать этот поход. Может и не буду, потому что практически все одинаково. Вот. Ну, посмотрю. Наверное, все-таки буду писать этот поход. Потому что всегда бывает по-разному все. Вот такие новости. Ну, все, пока. Привет. До дырковки кот. А, еще один. Иди-ка сюда. Иди, что я тебе расскажу. Привет, привет. Здоровается. Коты-то какие вижливые стали. Пойдем со мной шашлычка врежем. Да. Ты мой хороший. Раньше здесь, кстати, ежики. Здесь еще бревна были такие. И там ежики жили. Ежиха с ежами с маленькими. И вот они два раза в день выходили сюда. Молочка потить. Там даже мне это видео есть. Все, ребятушки, пока-пока. Пока. Сейчас народ с моря придет. Накормят вас. Жарко вам, да, в таких шубах-то, е-мое. Ну, ладно, пока. Иди вписать. Позируешь? Да. Сантиметров 15, наверное. Она, конечно, не идеологическая. Живая, живая. Нет, потому что она заболела. Нет, нет, нет. Все, все. Я так не ложу на палочку. Ну, хоть сход садовать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, все, пока, баба. Спасибо тебе за фотосессию. Иди ко мне, иди ко мне. Как-то погоди. Иди, иди. А это Руслан. Всем привет. Визитная карточка Додеркоя. Старый-старый пес. Много лет я его знаю. Руся. Руся. Русик. Ну, все, пока. Доброе утро. Сегодня уже 19 июня. Додеркоя. Второй день полный. Сейчас на пляж. Не знаю, там как получится. Может быть, часика на четыре. Вот. Ну, и всех православных христиан хочу поздравить с Днем Святой Троицы. Всех благ. Хотел там показать, ну, не знаю, может быть, кому-то интересно будет. Здесь вот Додеркоя, если идти по левой стороне, как выходишь, ну, детский пляж, если так назвать. Здесь у них получше. Вернее, тут ума, скажем так. Песочек здесь уже. Красота. Сегодня погода классная. Шикарно. Поставил новую батареечку, новую карту. Завтра у меня ожидается 20-го по планам. Выход по долину реки Шепси. Вот. Это на весь день, однодневка, с утра до вечера. Вот. Может быть, дойду до водопадов или до Альмины там. Посмотрю. Вот так вот общий вид. Сегодня воскресенье. Ой, море чистейшее, теплое. Ну, я, однако, все равно, блин, засопливился. С вчерашнего дня перекупался. Такая прикольная лягуха. Хе-хе-хе. Ну, ладно. Сегодня не знаю, что еще писать. А по путешествию сегодня посмотрим. Ну, будет что интересно. Вот ничего. Вот так вот. С приездом! Спасибо! Вечер 20-го. Времени 8. Вот. Сегодня ничего не писал по проекту. Вот. Только вернулся с гор. Вот. 8 часов хода по горной реке Шепси. Он буквально только вернулся, бросил шмотки и сразу на море. Вот. Так что, по проекту я сегодня ничего не писал. Вот. Будет завтра. Вот такой ветер. Как садится море. Садится солнышко в море. Красота. Вот. Завтра не знаю, как погода, как что. Вот. И планок у меня поход на долину реки перед рукой с ночевкой. Все. Ну, а сейчас отмачиваемся. Часочек побуду. И пойду собирать рюкзачок. Вот. Здесь я не показал. Там вот выше санаторий зеленый гай. Вот. Заезд у него в этот санаторий с трассы. Вот. Ну, все. Пока. До будущих видео. До дыркой 22 июня 2016 и продолжение моих роликов коротких по моей поездке к моему путешествию Адлер-Севастополь. Значит, вчера ничего не писал кроме утреннего ролика. Так же, как и сегодня. Сегодня только вернулся с похода с ночевкой за водопадом в горной реке Дыркой. Это здесь правее в горах. Вот. Видео будет отдельно по этому походу. Вот. Сегодня, вон, прекрасная погода. Жара за 30. Море 25, наверное, не меньше. Вот. Так что с погодкой сегодня просто подфорфило. Вот. Хотел снять сегодня с утра обзорчик по ценам на рынке. Ну, чтобы людей не смущать, я сейчас просто сам скажу. Ну, овощи, помидоры, огурцы среднем 150-120 это что касается на рынке Дыркой. В Туапсинском, на Туапсинском рынке, ну, там, наверняка подешевле. Ну, цены средние вот такие. Значит, клубника 250, ну, скажем, как в Москве, яблоки, ну, тоже так же. Вот. Примерно все так же. Вода дешевле. Вот. Вода питьевая. Ну, где-то дешевле, где-то так же. Вот. В принципе, цены одинаковые, что в Москве, что здесь. Молочные, мясные, все так же. Вот. Ассортимент хороший, все есть, в принципе. Вот. Кафешки, столовки, все это есть. Беляши, там, и все эти выпечки, все это есть. Утренние, причем, тут же прям выпекают к утру. Вот. Пиццы там все возможные. Ну, с этим нет вопросов, по-моему, нигде. Вот. Ну, не знаю, сегодня буду ли снимать, что еще, или нет. Время половины первого дня, я уже здесь два с половиной часа. Вот. Маленько подгорел, чтобы совсем не усложнить. Вот. Пойду сейчас до вечера, наверное, побуду в гостинице. Вот. Ну, а вечерком, там, если будет что интересное, естественно, сниму. Ну, всего самого доброго. Вот. А впереди ожидается поездка туристическая, экскурсионно-туристическая, так скажем, в Абхазию на 24-е число. Вот. практически на сутки. Вот. Если я снимать буду, вот, наверняка буду, просто сейчас с флешками начинается проблема. Не могу скинуть отснятый материал на диск. Ни у кого нет ноутбуков. А если есть, то не дают. Вот. То это будет отдельно выложено, вот. А этот блок так и будет идти дальше. То есть, 25-го, Геленджик, там и так далее. То есть, по дороге на автобусе, то есть, Джудба, Архипосевка и так далее. Вот. Там я уже буду отдельно показывать маленькими роликами. В принципе, что будет недоставать, то есть в первом проекте. Я думаю, особо ничего не изменилось. Так что, такие вот дела. Ну, все, пока, до будущих видео. Все. Субтитры сделал DimaTorzok вот такого. Сегодня салют, наверное, будет. Помнишь, в том году был такой? А, когда эти уезжали? Нет, на 22-й был. А, да. Или на отъезд, или на отъезд. Это был, приезжал этот самый, как его, начальник железной дороги. Мэр, не мэр, этот, президент. Президент железной дороги? Да. Это ему салют устраивали? Да, да. У Сталина такого не было. Самый большой ребенок приехал. Надо же его по детски поддержать. Да, красота. А запахи какие. А. О. Ладно. Все, сейчас оторвемся. Утро. 23 июня. Так, в планах сегодня, вот у меня сегодня крайний день, полный день в Дедеркое. и сегодня в ночь поездка в Абхазию. Автобус сегодня будет, ну, со слов экскурсоводов, три часа ночи. Приезжаем мы тоже ночью, только будущего дня. Вот. На сегодня, сегодня пляж, море, погода чудесная. Вот такое прекрасное утро, теплое, такой, немножко с такой прохладцей утренней. сегодня пляж, и надо потихонечку собирать все свои шмотки. Ружаки. И потому что 25-го, как я говорил, мне уже надо быть во все оружие готовым приехать и сразу на электричку практически. Так что, если будет что новое, конечно, покажу и расскажу. всем доброе утро, пока. Это Рыковский пляж. Сегодня же 23-й, второй ролик. Время где-то 10. Ну что, из новостей. Накрылась моя поездочка в Абхазию медным тазом. Блин, очень жаль. А я, как говорится, уже для нашей, как там в фильме, да, а я для нашей девятки уже 140-а выбил, а девятка Макарыч тю-тю. Вот, и Абхазия тоже тю-тю. В смысле поездка. Что-то они там группу не добрали или с автобусом что-то, в общем, они решили на воскресенье, но у меня время поджимает. Блин, я уже батарейки приготовил, флешки очистил, думал, буду писать все. Собрался. Эх. Ну, плюсы тут весь. Из плюсов завтра у меня будет полный день 24-го. Вот. Ой, под солнцем, наверное, да? Полный день, так что, не знаю. Ну, и тоже еще я бы распланировал, может быть, куда-нибудь сам бы махнул. В принципе, можно одному было в Абхазию двинуть. Вот. Ну, ну, что бог не делать, все к лучшему, говорят. Народу в Додеркое вот я никогда столько не видел. Вот за сюда езжу лет 10, наверное, где-то так, лет 8. Вот первый раз столько в будни. Так что, вот такие вот новости. В общем, сегодня, не знаю, что еще писать, я ничего не буду. Да и завтра, по сути, нового, наверное, ничего не будет. Там уже теперь только по Туапсе автостанции там, ну и дорогу на Геленджик. Тут уж по-любому ехать надо. Вот, билеты есть, время. по сути, по Геленджику в первом фильме я там по набережной показал, так что, наверное, полностью я там ничего такого снимать не стану. Вот. Да и этого добра в интернете полно. Ну что, вот такие вот новости сегодняшнее утро 23-го преподнесло. и вон такая сидит чайка. Блин, очень много саранчи. Я вчера там показал, ее здесь полно было вчера. Сейчас она вся в поселке. То, что кишит, не скажешь, но много. Вот. Ну все, пока. До будущих роликов. ваше мнение это дыркое. жарко, жарко. Конечно, сейчас за 30. Ну и денек сегодня. 23-го июня. Море я за последние годы такого не видел. вообще его не ощущается. Настолько оно прогрелось. Ну и на улице сейчас стоит под 40, наверное. Сейчас я на правом пляже, вернее, с правой стороны до дыркое. Потом обратно пойду, покажу. Пройдемся до входа под мостом. Ну, собственно, ничего нового. Ну, пройду, как обещал и покажу. Сегодня же 23-е июня. Хотел показать там по правому пляжу до дыркое. Здесь вот такой туннель. Не начну я. Хотел там сделать вот такое видео. Вот, здесь написано Филенко НП. Николай Петрович, что-то интересно. 19-го 8-го 50-го года. Там месяц, по-моему, еще. 50-го года. Здесь, кстати, встречаются надписи. Это там по левой стороне. Я видел 1942 год и победа 1945. Еле видно. Я фотографировал, фотки-то у меня есть. Вот, а вот видео тогда еще сидеть как-то не додумался. искал, не нашел. Вот, все-таки время. Поднялся ветер. Да, нет этих камней на левой стороне. Вот, нормально. Малышней много, семейных. Вот, не знаю, говорил я или нет. Здесь по верху прямо буквально идет железка. Вот. И вот считается в Абхазии. Трасса выходит эта железка на хлопсе и прямо вдоль моря так и парень. Вот. Еще новости. Только буквально пять минут назад звонили из компании, где поставали билеты. Хорошо, что дозвонились и хорошо, что вообще позвонили. рейс откладывается на четыре часа. Вот. Хорошо, что так. Ну, значит, то есть у меня по идее рейс половины восьмого вечера в Симферополе. Вот, значит, улетим в двенадцать в лучшем случае. А это, значит, я опоздаю на последнюю электричку в Домодедово. Вот. И добираться придется только на такси и ночевать где там в аэропорту. Вот. По-любому как-то вот такие вот новости. Ну, по пляжу вот. Отдыхает. Поднялся везде. Разможелся с погодом лежать на дня три-четыре. Вот. Раз, тридцать. Шляпчу пустого. Вот. И да, вдобавок там табачка вот эта была так-то. Вот. Я что ее снял-то? Просто не успел снять. Там ей саранчан на нос села. Она на меня ловит давать. Вот такой прикольный был момент. Ну, все, не знаю. Сейчас иду к себе туда. Короче, кофейку. Время уже почти семь. Где-то с пятнадцати. Вот. И не знаю, что будет сегодня интересного. Напишу, расскажу, покажу. его. Вот. И, наверное, тему немаловажно открыть надо бы, может быть, завтра. Завтра я здесь крайний день. Вот. По, значит, санитарной безопасности продуктами. Что с собой брать. Ну, и так далее, по мелочи. В общем-то, я так прикинул, что самое важное. Ну, все, пока, а то я людей смущаю. Счастливо всем. Да, это я все еще иду. Это продолжение того видео. Вот. Да, всем привет. Старая, старая, ну, не знаю, если так сказать, старая, давно уже здесь стоит. Анастасия называется яхта. И я хотел показать вот такую капельку, с которой я начинал выпуск. Вот. Здесь вообще вот это пляж Зеленого Огонька. Вот. Лагеря здравительного, который там показывал. Вот. Здесь они где-то 3-4 секции занимаются. А так, в принципе, я здесь обедал, нормально, кормят, в принципе. Вечером дискотеки там у них и футбол там смотрят. Так что, ну, все, пока. Пока. Да, ну и вот завершение вот эта вот речка есть, река Дедеркой, и вот она спадает вот здесь вот в море. Вот. Это к моему походу, который будет отдельно, к водневному, долину реки Дедеркой, к водопадам. Вот здесь она как раз спадает в море. Вот. Ждал полчаса, блин, пока народ пройдет. Как по метро. Вот я уже пришел и все бегом с пляжа. Такой шквальный ветер поднялся. Это при такой погоде. Местные говорят, что может быть даже не там вообще все деревья по горе прямо трещат. А на море-то там вообще как закрутило. Да. Так что такая погодка. Резко прям меняется. Пять минут и вот. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, пошел я свои шмотки ловить. Взлет парашюта морского парашюта 24 июня Иду на пляж Короткий структаз 10 утра 10 утра 1 2 Приготовились Показали Показали Классно Классно Сморачиваем Не привык Классно Классно Всем еще раз привет Был тут маленький ролик По старту Этого парашюта На катере Вот Это сейчас мимо там проходил в начале пляжа Ну я по-прежнему в Додыркой Сегодня крайний день здесь Полный Завтра уезжаю С Туапсе На Пересадки в Геленджике На Крым Вот Ну и об этом будет позже Ну сегодня я не знаю что еще писать Вон Такие вот толстые чайки Ну чайки Ну чайки да На рейде танкеры стоят Вот Кстати в этом году мне очень много народу Никогда столько не было А говорят что будет еще гораздо больше Так что Вот Ну собственно по планам я Все рассказал Вот Поездка сегодняшняя сорвалась Я уже говорил Ну вот наверное пока еще Сегодня снимать наверное пока ничего не буду Вот Если только вечерком И завтра утром по отъезду Электричка 7.14 на ТОСС Всем пока Спасибо Погода классная Море теплое Вообще парное молоко Вчера был сильный ветер с гор Вот Не с моря А с гор Очень сильный Там вообще сдувало все Ну вот Все думали там какой нибудь Или смерть или что нибудь Ничего Обошлось И нормально И погода отличная Так что всем пока Всем отдыхающим Всем уезжающим в отпуск Хорошей погоды Доброго настроения Вот И Зарядиться Вот этим позитивом На весь год Ну пока Это Дедеркой 24 июня 2016 года Да чуть не забыл С небольшим продолжением Вчерашняя тема Которую хотел поднять По Санитарии Вот Пребывание на югах Здесь да Вот Поездках По рынкам Ну короче говоря По пище И как себя Более менее обезопасить От неприятных последствий Так скажем Значит первое Приезжая смотрите что покупаете Вот Часто продавцы Да не часто Практически Постоянно Ответственности Не несут Они просто продают Даже не знают Откуда порой этот товар Вот Это уже Кто им привозит Они там Ну понятное дело Да Вот Жара Товар естественно Там я имею ввиду Мясные Молочные Если там не в холодильниках Понятное дело Портится быстрее Вот Так что смотрите что покупаете Значит Поменьше жирного Поменьше Там всех этих пиц Которые лежат на солнце И так далее Типа чебуреков Если они не сделаны При вас В Крыму допустим Вот судаки мне понравилось Там делают Прям вот При вас Заказываешь Прям по тебе сделали Вот Это очень удобно Так Значит По воде Покупайте У кого есть Свойственность Вот В перемене воды Лучше покупайте В бутылках Вот я там как-то говорил В одном из роликов По походам В походе вернее В своем Кубай Замечательная вода Да Вот такая вот Незапланированная реклама Ну Скажем не реклама Ну вот мне вода Это нравится Подходит Вот Значит по воде Покупайте Ну хотя Есть места Где вода И нормальная Вот Кому-то не идет Вот И самое-самое Первое Это Это конечно Море А именно Морская вода Если хлебанули Хоть глоток Ждите Неприятности Обязательно В виде диареи Там И других последствий Вот У нас здесь вот Случай был Два-три дня назад Детишки маленькие Приехала Семья Вот Одна хлебанула Воды Подхватила Какую-то палочку И в общем Они вот через день Оказались в температуре В центре Тамсевской больнице Вот Вот такие вот дела Да Кстати про детей Кто приезжает С детьми Вот Это отдельный вопрос Надо все это Продумать Потому что я вот смотрю Приезжают А с ними на море не выйдет Быстро сгорают Потом По ночам Кричатся Вот А то Тут я видел Даже с грудничками Приезжают На пляже Так Ладно По этому Дело Закрыли Так Значит По Медикаментам И вообще Сомогательным Что взять с собой Значит Обязательно Скажем Скажем так Ну Чтобы до этого не доводить Скажем так Да Это вот те предыдущие правила Исполнять Тогда до этого не доведете Приходите отдыхать С утра Да Где-то двенадцати пол первого Потом перерывчик Вот Кстати варить лучше самим Да Я там забыл сказать Лучше варить самим Если есть там Ну не знаю Хозяйка Изготовила супчик Там Борща Чего-то там такого Вот Пошла Купила Все на рынке Сами все готовили То есть это Гарантировано Что ничего такого не будет Вот Пообедали Отдохнули И где-то вот С трех Четырех И до практически До захода солнца Можно уже Солнце Силу свою теряет И Можно спокойно загорать Вот Не сгорите Вот Так что самый пик Это с двенадцати до четырех И это до пяти Так Значит Дальше по медикаментам Значит Пластыри Вот эти вот Липучие Они Ну да Они Как бы не то что полезные Практичные Но в использовании Непрактичные Поэтому лучше Купите пластырь отдельный Рулончиками В аптеках Все это стоит копейки Все это есть Вот Использовать такое Потому что тапочки Мы натирают там Кроссовками Где-то ногу Сбили вон на камник Да Вот Вот Зеленочку Зеленочкой Помазали Все Ну понятно Зеленочку Сейчас в карандашах Все это продается Без вопросов Так дальше Так Антидиарейные Препараты Вот пирамиды Там всевозможные Это все вам в аптеке Тогда и скажут Так Если перегрелись На солнышке Ну Пересидели По первому разу Особенно Вот Аспиринчик Вот Таблиточка аспиринчика Ну нормально Помогает Снимает жар Вот Или антижировые Там вот эти Шипучки Эти Я вот пользуюсь ими Ну Не сказать что прям уж очень Ну Немножко помогает Да Вот Увлекаться не надо этим Так 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 Ну бинтики там всевозможные Взять Они не весят ничего Но всегда помогут Так По обработке рук Ротовой полости Обязательно Чаще Мойте руки Как не смешно Да Мойте руки перед едой Здесь этот вопрос встает Куда более острее чем дома Вот С мылом Намылили Вот Почаще Даже не стесняйтесь Там с мылом мыть Овощи Фрукты Нормально Потом смыли Эта щелочь Она Уничтожает Все эти Микробы И так далее Вот Значит обрабатывает Так же А Перекись водорода Желательно Для обработки ран Вот И хлоргисидин Вот Хлоргисидин Продается В таких же Пластиковых Бутылочках Да С носиком Вот Для обработки рук Горло Прополоскали Глотать конечно не надо Вот Вот Он обеззараживающий Такое средство Довольно таки универсальное Вот Крема Это уже там До загара Я думаю Все это ерунда После загара Смельчающие Вот эти вот После того Вернее как сгорели Вот Там уже смотрите сами Кому что как подходит Вот Крем спасатель Бора плюс Вот мне Я вот заметил Нормально Вот Вот И для сживления Раны И вот И отеки снимает Вот после Когда сгоришь Там Вот Вот Ну и наверное Что-то я Еще упустил Ну собственно Это все исходящее Две вещи исходящих Вот Это Значит Продукты Вода Вот И непосредственно Пребывание на море Так Ну наверное Вот Пожалуй Все Будете уезжать Если отдыхающие То что здесь жарко Это Сегодня жарко Может быть Неделю Потом могут быть дожди Холодные ветра Сменяться Так что Одежда лишняя Там какая-то Курточка там Легкая там Не помешает Вот Вот Да кстати В номерах Часто Сейчас Да практически Везде уже Более-менее Где нормально Кондиционеры ставят Не увлекайтесь Вот Это очень Такая Коварная штука Вроде прохладненько Оно бывает Будь здоров Вот Так что жара 30 А люди ходят Кашляют Вот Ну что В общем то В основном и все Вот Так что еще раз Вам всего самого доброго Хорошего Отдыха Замечательных Впечатлений И набраться сил На весь год Как я уже говорил Ну Всегда Доброе утро 25 июня Вот так вот быстро Пролетела неделя Времени Половины седьмого И через полчаса Идем На электричку 7.14 На Досы Вот Автобус у меня 8 Короче Говоря У меня Чемоданы А Вернее Рюкзаковые Настроение Погода Отличная Все Будет еще Там Может быть Пару роликов Коротеньких И по дороге На автобусе Постараюсь Постараюсь Показать Там Где мы будем Останавливаться Джунба Автостанция Архипосевка Пшада Пшада Вот Геленджик Сами Еще видите Ну а что получится Посмотрим Ну Спасибо тебе Дедеркой Вот Были два прекрасных выхода в горы Двухдневный поход с ночевкой Поход по Пшаде Вот Оборвалась поездка В Абхазии Но ничего Зато это будет цель на будущий год А так Замечательные Добрые люди Никаких Ни конфликтов Ничего Люди приезжают Просто отдыхать Забывают Как бы вот Все свое Весь этот багаж Который накопился за год Вот Как бы оставляют дома Правильно и делают Вот Еще раз Всем отдыхающим Выезжающим на отдых Всего вам самого доброго Хорошего настроения И всех благ Ну а я сейчас попью кофе Время 35 Ну уже скоро выходить Все До свидания за дыркой До будущего года Вот А есть Решение Мы с друзьями Всегда встречаемся В одно и то же время Практически Они хотят на сентябрь В будущем году Или же на Первую декаду Июня Вот Такая тема Не знаю Посмотрим Загадывать это вообще Нереально Тем более Год впереди Ну Так что До дыркой Спасибо До свидания Я Хороший местечко Солнышко Уже Греет И Пока 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 Солнышко 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 Улыбайся Улыбайся За себя Нет Не Это ты Улыбайся Чията И вот... Вот... Ой... И оно вот это может не снять... Вот... О-о-о-о... А... А... И третий... Ой... Да, всё, всё... Всё... Не помнила... Маша, Маша. Здесь, пожалуйста, вашей оплату готовим. А можно оплатили, да? Да. Да, сядь сюда. Сейчас, поем. Пойдем. А, минуту, секунду. Дайте, пожалуйста. Дай мне, в красную мамину, вот эту... Городской пляж, Туапция. В этом году я не был. Городской пляжи. Пойдем туда уже. Кринь туда уже. Все, сам, так мыеда. Все, сам, так мыеда. Пойдем, по улице, все. Как у тебя. У меня, как у тебя. Пойдем, по улице. Мы прибываем на там, но уважаемые поколения, Будьте внимательны и не забывайте свои вещи в вагоне. О вещах оставленных каждыми манажерами, также это будет в результате. Всего вам доброго. Будем рады видеть машину в нашем поле. Мы встали на стационаре. Реклама, что обстоят. Дорогие пассажиры, пожалуйста, не оставьте никакого лагеря или пассажиры в пассажире. Пожалуйста, информацию о пассажире, что все остальные пассажиры, остальные пассажиры. Железнодорожный вокзал «Солнышковый объектив». Вот такое короткосбивчивое видео, а то и нагруженный. Все, вперед на автовокзал. Так, дорога идет, ну, тут идти минут 10, наверное, с нас хотелось. Пока. Вот такой название. Антикризисное кафе. Пока. Сейчас надо такое удумать. Вот, и тут по дороге на автовокзал. Вот здесь такие чайки. Я как-то один раз показывал. И вот такой осьминог. Ну, а всем Туапсим, огромный привет. Вот, и хорошего дня. Автовокзал Туапси. Так, пойдем все узнаем сейчас, потом продолжим. Небух. Проехали дельфинарица. Даже здесь есть ледовый каток. Открытый сам собой. Ну, по крайней мере, был. Рамку и красивый, прям на горе стоит. Ну, и впереди у нас там лагеря Рыганок. Это еще Небух. Подальше будет. Включить потом. А, поселок Новомихайловский. И первая остановка нашего автобуса. Не знаю, разрешат уйти или нет. Все же запрещено. Так, поехали мы сюда. 55 минут. Трасса свободная, довольно-таки. Орленок. Он, оказывается, за Михайловским. Где-то что-то забыл. Орленок. bersners. Здесь стоит. Вп food. Орленок. Извините. Наботю. Трасса. Орленок. Все просто враж入ленных. Н hunger. С Cecилиса. Какая-то забыла. Трасса вор Edом course Хорош Пр congregôngments. В الط Ps. С chances케 지원 Huion直. Стекло грязное, в автобусе не могу. Стекло грязное, в общем он в противотанку и же здесь встает. В этом году народ побольше был на пляже. Продолжение следует... 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 гораздо круче такая прям обжигающая все таки там климат намного другая поменяется разница вернее так ну ладно здравствуй Еленджик здесь мы до вечера вечером у нас 22.30 у меня автобус проходной на Крым вот иду искать такси или кто-нибудь там мне подбросил все пока пока так ну вот поймала вон пошла моя таксишка договорился с ним заберет меня вечером не знаю ну на всякий случай взял еще один телефончик полярная звезда Еленджиковская бухта даже не верится 3 часа назад был ну идем посмотрим другу как он там в этом году вообще есть нету вот это пляж полярной звезды правый там есть дальше еще слева вот бывало здесь не раз нормальный пляж нормальное море вот и подходы здесь вот сделали кстати набережные вот это сделали не так и давно вот где-то года 2-3 наверное вот это все добивали вот дальше я сейчас иду на бывший пляж Ростельмаш назывался сейчас по-моему Нива называется вот так что сейчас попью пеку у него если его там опять же говорю вот купающий ой а здесь ветер вон волна какая вот что-нибудь перекусить на сегодня с утра не же рамши вот ну ягодка-корелочка все хозяйство с собой в случае чего Роллтон у меня там есть вот запарим вот или попозже схожу там в столовке хорошую пообеду геленджик геленджик что такое геленджик это по-моему с тюркского наличия в переводе белая невесточка вот и символ этого города я там показывал и сегодня буду проходить покажу вот скульптура такая красивая там все фотографируются вот вот это есть геленджик геленджик канатка одна и вот старая новая но старая не работает по-моему вот еще по информации значит вот эта бухта меняет воду раз в суток вот поэтому так по пароходным этим экскурсиям ходят вечерние дискотеки прогулки в море т.д. раньше было намного лучше вот ну как вы заметили еще с стоапсе с дыркоя кто смотрел вот там только танкеры стоят то есть таких судов нет вообще нет пассажироперевозочных вот как были раньше кометы там ходили метеоры всякие вообще нет в Крыму еще встречаются так что может быть не знаю посмотрим все все иду к другу сейчас огнемся и времени у нас почти 10 часов так что весь день впереди вот пока вот это и есть пляж бывший русельмар сейчас по-моему как там сады морей или что-то в этом роде погода классная ветерком супер все 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 в море забросил пляж в другую попили кофейку времени 21 все иду сейчас так он очень свободный и в город все я вам покажу чем дышит курортный город Геленджик такая типичная картина южного пейзажа по сути даже не знаю стоит ли снимать все это есть полно в интернете смущаю нет вообще в этом году хочу очень сложно снимать в том году как-то все шло очень легко в этом году даже приходилось несколько несколько записей ударять вот сегодня утром в Туапсе просто попросили вот и до этого еще было так что начинаем круг по набережной и дальше как я планировал буду такими кусочками в принципе все есть в первом фильме кому интересно посмотрите вот ну вот такой вот сейчас пейзаж он не меняет для последнего два года черная пантера сейчас покажу в другом ролике по сути это наверное второй символ генежика лучше бы его сделали пробивал я запят есть там ролик который я сделал пробивал я запят хотел узнать кто это написал или кто делал лучше неизвестно так что если знаете по скобам сообщайте вот я на гельхаковский портал отправлял как-то запрос тишина вот но интересно все-таки хорошо что молодцы догадались его неизвестно ничего подавляем вот это все тоже городской пляж подавляем вот этот вдоль берега все же под грибком 150 под грибком с 8 до 2 и с 2 до 8 все 150 написали вы везде 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 одинаково все как было только кафешки вот эти 7 магазинчиков свернулись практически достроили достроили смотрю вот эти там пока они вроде гармонируют здесь вот сейчас они такой окончательный окон да а здесь раньше парк я там еще на этом месте раньше стоял первый раз положил вот так вот ну что идем дальше да это местный яхт раньше он базировался вот здесь было там зданица был такой были гаражи там да это как называется для яхта вот вот это все там стоят до тех пор вот это все новое почти все новое вот яхт клуб как таковое поскольку я понял ликвидирован вот впереди у нас Гритон название была такая яхта диана на фоне фотографировали а потом еще интересный был спасательный круг яхт клубки вот классно было фотографировать там взяли бы да повесили там на воротах ну как хорошо работали на память вот такие мечты ну что самая жара время 2 народ уже ну многое а потом сегодня суббота поэтому народ с местами здесь поговорил что вот эти дни стояло под 40 Вообще, днем там один-два на пляже. Все по домам сидели. Сегодня суббота, народу побольше. Тем не менее, сейчас буду проходить по главной набережной. Покажу. Даже отсюда видно, что народу немного. То есть от жары побежали по домам. Ну, обедать. Ну, идем дальше. Сейчас, может быть, даже вот там, в районе мор-вокзала. Ночью. Бывал я здесь, на этом пляже. Отлично. Ну, город не для меня. Я вот уже говорил. Это в городах отдых. Конечно, практичный. Все рядом, как бы, да? Ну, вот эти масса народа, цены и все остальное. Ну, опять же, кому как. Это вот мое личное мнение. Ну, в общем, погреться на недельку, не на десять, вполне нормально. Даже очень неплохо. Идем дальше. Вошли тут дальше. Значит, ну, наконец достроили. И то даже не знаю. Несколько лет. Вот это здание с левой стороны на набережной. Несколько лет стояло недостроено. А вот, наконец-то, делали. Ну, что-то народников они, видать? Так. Ресторан Бригантина. Вот. И, так, зайдем сейчас посмотрим, что делается в легендарный кафе Лаванда. Покажу. Ну, поют там, конечно, шикарно. Раньше пели везде вживую. Так. Ну, вот и начался городской пляж. Песочный. Плесочный. Кстати, песочный заста будет. Здесь грунт каминистый. Паскетболь. Но что-то все стоят ждут. Отличная погода для детям. И очень красивая. Здесь оставляем в принципе немного. И на городском туда дальше тоже самое я пройду, покажу. Ну сейчас зайду, подъеду и там столовую. А то это что-то что-то мне не жалко. Вот так и сухарю. Ну и идем дальше. И да, и кстати, пропала ролевуха. Раньше здесь было немерено. При отсутствии винограда. Ну это легендарное кафе лаванда, про которое я говорил. Как здесь вечером поет вживую и дальше туда. Если буду ворачиваться с той улицы на такси, то здесь можно будет вечерком снять. Ну они где-то часов 7-8 уже начинают. Так что кто-то здесь будет, зайдите. Очень хорошо поют вживую. Ну все в принципе как было, так и осталось. Отрекламируем. Так, идем дальше. Вот столовка СССР со знаком качества. Вот здесь я каждый год обеду. отобеду и в этот раз. Пусть и возможно. А, это долина водопадов. Жане. Дальмены. Это вот солнечные на горе Нексис. Дальмены, лжаные, ну в принципе все это доступно. Ну кому интересно, сами решите. Так, обед. А вот что нам сегодня Господь послал. Борщик вкуснейший, котлеточки. С Богом, до Крыма теперь уже отобедал не по-детски. Солидно. Ну я теперь пожру, если теперь где-то завтра в обед. Так что надо было зарядиться. Кафе называется «Назад в СССР», но цены уже не СССРовские. Ну приемлемо. 260 я вот отобедал по полной программе практически. Ну такое по-новому, где все путаются. Так, идем дальше. Игиринжикский аквапарк «Дельфин». Вот. Когда бывает закрыт, но в этот год работает. Ну, народ не так много, но нормально. Вот. Все что надо, вон детишки там носится. Для них это праздник праздников. Памятник установлен к 200-летию Александра Сергеевича Пушкина. Температура 37. Нормально, да? О. И значит, что у нас тут по концертам. Ты-ды-ды-ды-ды. В общем, чё с летний. Ну это никому особенно интересно. Все, идем дальше. Всем привет. Социальный городской пляж города-курорта Геленджика. 25 июня 2016 года. Народу немного. Раньше вот это вот все было забито. Жарко сегодня. И время обеденное. Ну, здесь всевозможность столовки. Все это убавили, поснесли. Здесь вот раньше тоже были. Там городской парк. Это аттракционов. Дальше. Ну, в общем, до мор-вокзала я дойду. Дальше стоит, не стоит. Какая музыка шикарная, да? Это с кинофильма «Цыган». И, кстати, фильм прекрасный. Где Валентир играет. Слару Ручхо. Ходим чуть подальше. А, вот парк. И уж что, так не буду включаться. И в том году показывал, и в этом покажу. Может, кто не видел. Значит, памятникам, воинам, горячих конфликтов, так скажем. Это афганистанцы. Афганцы. Другие воины. И вечный огонь. Упавшим героям Великой Отечественной. Слава героям-победителям. Горит вечный огонь. Красный пляж. Да, значит, прогили Жиг сам во время войны. Здесь немцев не было. Город бомбили, да. И вот с этой бухты, вот с этой вот бухты, отправлялись... Во-первых, базировались торпедные катера. Вот. И отправлялись в десант на Малую Землю, в район Новороссийска. Здесь совсем недалеко стало. А сюда немцев не пустили. За Новороссийском их остановили, не дали им пройти ближе сюда. Бои здесь были страшные. Но вот немцев не было. Хотя вот город, говорю, подверглась тому. Это мне рассказывал сам участник, дед Михайлович. Я его знал сам отлично. Он уже почил, как лет восемь, наверное. И воевал он, кстати, в этих местах. Так что, вот такая вот история. Идем дальше. По-моему, они же выступали в Москве. Классно. Сувенирчики. Это перуанская плесня. Шикарная музыка. Идем дальше. Ну и вот здесь, за поворотом, у нас культура. А, как раз мы с вами назвали. Ой, невеста какая. Фонтан влюбленный. Фонтан влюбленный. Фото я вот не буду. А, да, сегодня же субботу. Я все время забываю. Я только днями ориентируюсь. Вот такой фонтан влюбленный. И у нас сегодня здесь свадьба. Не у нас, а у нас у всех, да. Молодые, совсем молодые. Вот, ну идем дальше. Тут свадебные машины, такие нарядные. О, мадам у нас с пухтым ведром. Не, ну и нафиг. Ага, все, ушла. Идем дальше. Так, ну и вот, что я еще хотел показать, что покажу, показываю каждый год. Вот. Храм Вознесения Господня. Вот старинный намоленный храм в Глинжике. Вот, я не пойду. Потому что я в шортах, естественно, неудобно. По чину не полагается, скажем так. Вот, замечательный, красавец храм. Бывал я там на службах. Рассказывали мне местные, что как-то его одно время хотели сломать. Вот. Что-то думали, думали. Ну, вот, приход храма и люди отстояли это решение. А теперь такой красавец, боголепный храм. Слава тебе, господи, за все. Вот, храм Вознесения Господня. Там написано сейчас собор. Вот, писать, андаши. Тоже свадьба у нас. Вот, невеста. Ага, то есть у нас сегодня суббота. Свадьба здесь невозможен даже венчание. После венчания. Так что... Все, возвращаемся обратно. Идем в район мор-вокзала. Вот. А, это и есть дворец бракосочетания. Вот поэтому здесь стоят. Наверное, очереди ждут. Вот. А это уже подходим к мор-вокзалу. Вот еще свадьба. А, это свидетели. Вот такая вот. Хе-хе-хе-хе. Так, ну это местная администрация. Городская. Справа здесь, значит, у них ЗАГС. Вот, городской пляж. И мор-вокзал. Здесь раньше была дискотека Парус. Классная дискотека с баром. А дальше была пирамида. Тоже классная дискотека. Геленджукум улыбается солнце. Сейчас, да. Вот, пальмочек здесь уже не растет, как в Токсе. Вот это все, это в катках, видите, да? Вот. Вот такая разница уже в природе. А вот свадьба еще. Ой, красивые. А, у них оператор снимает свадебный день. Угу. Вот. Ну вот символ города. Геленджика. Простите, камера прыгает у меня отсюда. Вот. Геленджика. Сделай невесточка. Вот как раз напомнился у этого. И вот невесты какие стоят. Вообще здесь улыбок побольше встречается. Морские прогулки, пляж, прекрасный песок. Ну, вроде бы здесь, как купаться запрещено, морской порт. Вот. Ну, вот девчонки загорают. Чего. Ходил я здесь тоже на рыбалку. И так мы просто на прогулке. Нормально. Нормально. В принципе, не очень дорого. Реально, все это. Так, ну что дальше? Дальше, наверное, мы и не пойдем. Да, там еще кое-что интересного. Ну, в принципе, кто будет, сами здесь все пройдете, увидите. Так, ну, а я возвращаюсь, наверное, в обратный путь. И сейчас пройдем еще. Ой, свадьба, свадьба идет. Рекина! Рекина! Шикарная, конечно, шикарная свадьба. Прям, действительно, торжественный день. А, и что у нас здесь написано? Скульптура. Белая невесточка. Символ Беленджика. Да, автор поля. Ну, да. По одной из старинных легенд. Горда красавица Горянках. Название города переводится как невесточка. С образом невесты связаны с самыми венчатых помыслов, началом новой жизни, верой, счастью. Ну, вот они, они. Счастья вам! Живите в мире! И попутный рейс идет, я добавлю. Попутный рейс идет еще к скале Парус. Вот, интересное место. Вот, многие там были. Ну, я тоже был несколько раз. Коралл, боевый. Да, вот это вот шкуна. Ну, в откупании запрещено. Ну, запрессим плосладок. Да, народу мало, сейчас все по домам сидят. Жарко, в общем, 37. 37. Очень красиво. Теперь надо также отдать должное дизайнерам, кто все это составлял. Очень продуманно, красиво, динамично. И очень представляет, конечно. Чувствуется здесь, что это парковая зона такая, зона отдыха. Вот, ну что, идем дальше. Да, ну и как же, как и в том году, покажу, говорю, может кто не видел. Это, скульптура турист. Все это, конечно, устаревшее, но прикольно. Прикольно еще тот, что, мобила. Вот такая старинная. Сейчас таких уже в помине нет. Вот такой фотик. Вот. И почему-то, говорю, у него колечко, обручание, на левой стороне. То есть на отдыхе все холостые. Вот такая вот структура с таким приколом. Это Кашель, походу. Да, Воровской называется. Так, что дальше там, начнется флотарка. Вечером здесь интересно, но вот вечером не уже будет некогда. Поэтому здесь выставка художники свои там представляют, картины и так далее, и так далее. Раньше ребята брекса танцевали. Музыканты всевозможные. Было отлично. Не знаю, может и сейчас что-то. Да. И вот начал у меня греться фотик, блин. Особенно где батарейка. А у меня она последняя. Значит, надо как-то экономить и карту. И батареечку. Потому что мне до 10 утра надо все это дело подэкономить. Да, кстати, здесь это вот справа музей. Ну, краевой, да. Краевой музей такой. Так, все, сейчас где-нибудь перекурим. Идем дальше. Вот, говорил, пальмы у меня растут. Вот они. Ну, они такие, ну, как они слабенькие. Здесь пальмы нет. Это все декоративка. А там они растут просто на улице. Это в Туапсе и дальше. Вы сами видели. Вот, три часа езды на автобусе. И такая разница в климате. Так, идем дальше. Так, значит, вот эта вот улица. Вот эта вот улица идет на старый вокзал городской. То есть, ну, пригородный автобус оттуда ходит. И что я еще хотел показать. Вот старое доброе кафе Натали. Как здесь раньше пели вживую? Если вы слышали. Кстати, у меня где-то на ютубе там, если поискать, есть видео как раз когда это было. Я записывал вот отсюда вот. Да, вот она, это Натали. Ну, возможно, сейчас здесь исполняют. Не знаю, может, кровать. Так, ну что, пора вращаться обратно. Интересная информация такая. Посидел сейчас в местном, с детком. Он здесь, Геленджико. Вот, и он, значит, такую информацию. Толковый мужик, блин, такой. Оказывается, он хорун же казачьих войск. Официально. Вот. И у меня много чего было, кстати, еще свадьба. То есть, сегодня прям день свадеб. Вот, невеста какая стройная. Ой, счастья молодым. Вот. Так вот этот хорун же говорит. А знаешь, как Геленджик переводится по-настоящему? То, что, говорит, там втирают про невесточку, это, говорит, все это ерунда. Гелиос, солнце. Джиг, да, вот, джигит. Джиг воин. Солнечный воин. Вот, это все от старых поселений. Здесь вот были и римляне, и т.д., и т.д., и т.д., разные-разные. Вот. И он мне как начал, абиатору слов, там, допустим, сказка, Кавказ, там, и так далее. Блин, я был шокирован. Все просто, но догадаться. Вот. И он, говорит, я, говорит, сам, типа, не знал. Мне, говорит, вот, мужик один, говорит, недавно открыл. Это и, вот, Гелиос и джиг. Солнечный воин. Вот такая вот информация интересная. Замечательный дядька, уже такой, лет под 70 ему. Шустрый такой. Мужик в теме, вот. Говорит, что было одно время, что когда казаки здесь вместе с милицией, они и сейчас ходят дежурят. Вот. А первое время, говорит, вообще, говорит, я видел, даже М-40 ходили казаки. Вот это его слова. Вот я не вру. С немецкими, вот они, с мастерами, как их называют. Говорит, недолго, но было. Вот такая информация. Все пока. Потом будет неудобно снимать. Ох, как жарит. Улица Красногвардейская. Она идет вдоль. Здесь вот вдоль набережной параллельно. Клево. Ну что, бываю здесь каждый год. А раньше бывал еще чаще. Вот сейчас иду проведать своих старых знакомых. Вот, которые здесь живут. Всю жизнь. В том году вот не получилось. Ну, зайду сейчас. Может, того и достану. Так, и оттуда на полевую улицу, на рынок. Ой, заходил к своим старым знакомым. Вот, чинно посидели. Холоднее было компотика. Ну, нормально все. Так, ну что, вот так вот по прямой. Это улица Черноморская. Слева у нас там выход на рынок, на полевой. Вот, зайдем сейчас на рынок. И сейчас здесь попутно посмотрим котов моих. Так, ну вот здесь каждый год местные коты. Вот, многих я знаю лично. Вот в этом году частенько. Здорово, братаны. Где основной? Васька. Старый, лохматый. Иди сюда, иди. Кись. А, это кошка. Это черного я знаю. Кс-кс-кс. Жарко вам, да? Жарко. Ну ладно, не буду мешать. Все, до будущего года. Ваське привет. И вот здесь вот на перекрестке улицы Полевой. Вот такая красотея. Не знаю, как называется. Такие цесы классные. Что-то я таких, собственно, не встречал. Идем на рынок. Вот рынок на Полевой. Сейчас посмотрим Курева. Пожрать что-нибудь в дорогу. Ну и так. И вот так вот пойдем. Так. Ну что, вышел. Проложение своих видео. Кстати, вот новый. По-моему, новый. Вот этот жилкомплекс. Черноморский. Как раз вот на краю, здесь вот, наверху Геленджика. Чуть ниже Толстого мыса. Мыса Толстого. Вот. Значит, прошел по Полевой. Свернул направо. И вот сейчас я выйду на улицу Южная. Вот. И пройду там потом поверху, покажу. Вот. Там направо, мимо Кемпинского этого. Если я там пройду, выйду, так и замкнется круг. На, собственно, где маяк, мыс Толстый. Это называется. Вот. Ну, попытаюсь там показать. Жара стоит. Это вообще. Все воют. Где-то под 40. Солнце палит. Вообще, это аномалия какая-то. Местные, говорят, давно такого не было. Прям вот траву на глазах выжигает. Жарко, жарко. Все. Идем дальше. Улица Южная. Ну, здесь частные отели такие. В принципе, нормально. Нормально. Тут и с бассейнами есть. Например, вот здесь вот напротив. Пару лет назад мы стояли где-то дня два. Вот. С бассейном. Как называлось? А, Джамайка называлась. Вот здесь вот напротив. Это я по другой стороне улицы иду. Вот. Так что. Здесь вот в начале. Гостиницы такие. Фух, налился квасом. Налился всякими соками, компотами, блин. Мне там угостили. Иду булькую, блин, как этот, как водяной. И потом обливаешь же, блин, жара. Фух, блин. Лучше бы я столько не пил. Еще тяжелее. Вот всем, блин. Дорвался, что называется. Ой, красота. О! Даже как-то фотографировал. Из гальки. Это. Башенки. Вот тоже. Так, ну ладно. Сейчас перпендикулярно. Там будет дорога. К ней подходить. Вот. Это направо. Там Кимпинский. И объездная на Геленджик. И налево. Покажу. Да, ну вот. Заканчивается улица Южная. Вот такими вот. Не знаю. Тротскими пальмами. Как это назвать? Вот. И про эти вот маленькие отельки. Тут и немаленькие есть. Четырех, даже пятиэтажные. Такие компонованные. С бассейнами и без. Вот для меня, как из русского православного человека. Такого простого. Я просто говорю, как есть. Вот. Были мы там вот когда два года назад. Вот там на что похоже? Вот. Как компьютерный файл. Рассували его, как компьютерный диск. Рассували эти файлы. По коробочкам. Никакой там, ни жизненной энергетики. Ничего нету. Вот. То есть все это. Тумбочка, кровать. Все. Пришел, ушел. Все. Ничего. Я говорю, хоть бы где-нибудь там. Иконочку в углу бы где-нибудь там на этом. На рецепшене пролепили бы. Людям приятно. Все с крестами православные крещеные. Вот. На меня так посмотрели, как на этого, блин. На дурака. Ну, тем не менее, вот так вот. Мое мнение вот такое, блин. Это нормально. Так. Вот сейчас подходим здесь на Кручу. Значит, дорога вот эта у нас. Вот здесь вот сейчас маяк справа. Вот. Сейчас мы по ней пойдем обратно. И вот здесь вот налево. И сейчас вот Кручу будет. Сейчас посмотрим, какой там вид. И вот такой вид. Просто шикарный. Какая мощь. Красота. Вот там яхта. А, катамаран. Ребята на рыбалке купаются. Яхты. Здесь высота, я не знаю, метров, наверное. Блин, короче говоря, прилично. Метров сто-то, наверное, есть. Легко. Вот. И такая, там сзади море. Такая дымка голубая. Просто шикарно. Красота необыкновенная. Вот маяк. Вот такая круче. Сейчас солнце мне по объективу. Вот. Вот там, вот это все. И сзади, справа там, если заходить. Там был дикий пляж. Сейчас к нему проходить. Только вот здесь спускаться. Но там опасно. И спуск был ниже. Там сейчас ресторан. Я показывал в первом фильме. Вот. Не знаю. Может быть, где спуск есть. Вот. Там мы спускались. Но потом там все это дело сломали. Вот. И сейчас, по-моему, туда мало кто ходит. Так. Ну, а мы сейчас там по дороге пройдем. По этой, мимо этого Кимпинского. Который вместо полярной звезды. Вот. И замыкая круг. Уйдем туда, обратно на пляж. Вот слева туда, чуть подальше. Вот. Это уже будет Девноморск. Не доходя тоже там, кстати, пляжи неплохие. Вот. И за ним. Вот. Там видно. Вот этот мыс. Вот. За ним уже Девноморск. Вот. Тоже отличный городишко. Бывало я там много раз. Так что советую. Так. Ну все. Меняю батареечку. Батареечку мне замигало уже. Все. Пойдем дальше. Вот солнце уже по объективу. Времени там что-то уже около шести. Вот. И мы замыкаем круг. Прошли, значит, по набережной. Практически за морской порт. Вернулись обратно. По улице Южной. Прошли мимо Кимпинского. И вот сейчас Полярная Звезда. Вот. Ну более подробно. Там есть в первом фильме. Я проходил дальше. Пролазил там через загородку. Ну в этот раз не полез. Потому что мне в тот раз хватило. Вот. И впереди. Вот здесь вот. Памятник. Затопленному. Судну. Ну сейчас подойду я покажу. Ну многие знают, наверное. Вот. Вот так вот красиво заходят в гележаке. Время власти. И через часов я на вокзал. И знаете, что это такое? Всем привет еще раз. Автомокзал гележака. Вы же не знаете. Свадьба, по-моему, идет. Да. Ну так вот. Автовокзал гележака. Позвонил я этому другу, с которым ехал утром на такси. Застольничку у меня быстренько докинул. И времени... Времени... Времени без 15.10 вечера. Мой автобус подходит в 10.10. По идее, должен подойти. Вот. Так что по дороге буду снимать. Ну не знаю, у нас там Новороссийск. Там 1-2 минуты. А на по... Не знаю, будет заезжать или нет. И там прямиком он шпарит на переправу. Вот. Не знаю, что там как. На переправе, может быть, что-нибудь сниму. По идее, это будет уже под утро. Так, ну что. Скажем гележаку до свидания. Вон он светится. Автовокзал здесь выше находится. До свидания. До будущего года. Повидал всех друзей, всех знакомых. Многих не застал. Так, кое-кого застал. И то нормально. Город сильно изменился. Жаркий денек сегодня был. Под 40. Так, ну что. Ждем автобус. И продолжение видео. Ну пока. Доброго пути. Ехать долго. Так что затарил соком. Там взял яблочек с собой в дорогу. Ну, не знаю. Если вздремнуть получится, то вздремлю. Вот так. Ехать долго. По идее, я только часов 9-10. Буду на повороте на Грушевского. На Судак. Так что вот так вот далеко. Так, ну еще раз. Всем пока. 15 минут 3-го. 565-й маршрут. Сочи-Севастополь. Подъехали к переправе. Вот, точно где-то здесь над паром. Но мы еще здесь стоим пока в отбойнике каком-то. Вот наш автобус. Сейчас я вам поближе покажу. И вот такая очередь у нас здесь в туалет. 4, 1, 2, 3, 4, 5 кабинок. Из всех рейсов сюда. Мы ехали сколько? С пол-одиннадцатого. 4 часа. Все, потом. Сейчас я еще автобус покажу и переправу. Вот, моста, конечно, не видно. Но вот сейчас. Кстати, не так много народу. Все довольно, кстати, свободно. Воздух здесь совсем другой. И прохладнее. Воздух так дышится хорошо. Так, ну все, пока-то мне здесь неудобно снимаем. Так, вот такой у нас нынче паром. Стоит наш автобус. Времени 4 часа утра. И ехали мы на него с пол-одиннадцатого вечера. То есть 5 с половиной часов. Вот. В принципе, очень даже быстро. И еще пилить я даже не знаю. Ну, паром-то греческий, да. Наш автобус. Пойдем сейчас наверх. Кофейку попьемся. Курить нельзя. А, есть кольца. Вот так вот цветы выглядят с парома. С ней прором. Большой паром, блядь. Ладно. Сверху еще что-нибудь сниму. Плетает. Вон, солнце подымает. А здесь сегодня будет жар. Так, ну пока еще сделаю пару роликов. Значит, наверное, с этого парома начнется вторая серия фильма. Вот. Остальное будет уже по Крыму и возвращение. Вот. Все, пока. Да. Забирался за дыркой 21 час. Даже больше. Вот. В Келенджикам я выехал пол-одиннадцатого вечера. Грубо говоря, сейчас пол-пятого. Вот, шесть часов. Вот. И где-то минут через двадцать, через полчасика будем уже в Крыму. Вот. И ехать еще, ну, наверное, часа три. То есть сутки за дыркой добираться, в лучшем случае, кстати, нигде не ждали. Практически. Только на досмотре там немного задержали. А так, в этот раз, замечательно. Вот. И трасса свободная была. Ни машин, ничего, ни очереди, ничего такого нет. Еще отличная энергетика. Рассмотр вот, ну, примерно, как в аэропорту. Даже с паспортами, с посадочными талонами сейчас дают. Через эту машинку прогоняют. Все, как примерно в аэропорту. Так что сегодня уже двадцать шестое. И июня 2016 года. И вон он, берег Тарима. Это у нас лево-черная, право-азовская. Вот, жалко, не видно посмотреть, строится мост. А мост где у нас? Там, да, где-то. Что? Мост строится, начинают. Они же разными участками гонят. Походу, что вот. Да, вот там вот эти фонари горят. Это, по-моему, вроде там строится мост. Ну, да, наверное. Ну, теперь уже по прибытии в Крым. Что тут еще добавят? Третья палуба на пару месяцев они пускают. Вот такая Керченская переправа. Энергетика совсем другая. Так, ну, вот уже расцветает. И вон Крым-Сибирь. Ну, полчаса где-то, наверное, шли до Крыма. Ну, да, до Крыма. Ну, все, идем в автобус. Все, идем в автобус сходится. До Крыма осталось метров сто. Мы тут с коричем все обсуждали, где этот ведется Крымский мост. Вот видно, смотри. Вот, вот, там впереди. Не вот эта полоска, а дальше. Я зумом не натяну. Вот огоньки. Вот там. Идет строительство Крымского моста. Вот. Далековато отсюда не видать. Вот, все, пошли на автобус. Все, здравствуй, Крым. Всем привет. Теперь Керчь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok